В городской администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского муниципального района. Поводом для него послужила экологическая обстановка, которая ухудшается по вине некоторых недобросовестных граждан и организаций. Ведется незаконная засыпка водоохранной зоны, прибрежной полосы реки Бица. Незаконная засыпка, повторюсь. Эти работы ведутся на протяжении нескольких лет с периодичностью. Мы остановили такие работы где-то года два назад. Сейчас они возобновились и мы не хотим допустить того, что было в прошлые годы. Подобная же ситуация наблюдается в пойме реки Купеленка и в овраге вблизи Санте-Картинская гора. Впереди паводок, а значит положение вещей опасно вдвойне, ведь в результате разлива реки загрязнение распространится на обширной территории. Для решения этой ситуации в администрации собрались представители управленческих структур, таких как Госадомтехнадзор, Департамент Росприроднадзора, Министерство экологии и природопользования Московской области и администрация Ленинского района. По словам заместителя председателя комиссии, решить ситуацию легко и в одночасье не получится. Когда мы туда выезжаем или когда мы просим нашу полицию туда выезжать, нашу ГИБДД, сами туда выезжаем, нам удается этих людей отогнать, разогнать, наказать. Но как только мы оттуда уходим, значит через какое-то время они снова там появляются. И получается такая ситуация, что за этим надо следить практически круглосуточно. В ходе детального изучения проблемы выяснилось, что некоторые структуры, призванные контролировать ситуацию, справляются со своими обязанностями плохо. В частности, такой низкой оценкой была отмечена работа Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. Данная организация слабо использует свои полномочия по пресечению нарушений, о которых мы говорили. А именно завоз несанкционированного грунта, мусора в пойме реки Купеленко. Они обязаны за этим были следить уже все этот период. И не только, как мы выяснили, за год наказать всего лишь одно физическое лицо. А как я уже говорил, там ежемесяц может быть по 20-30 лиц наказывать. А по сути дела, работа с их стороны не ведется. В ходе заседания удалось выработать алгоритм действий. Согласно ему, будут приняты следующие меры. Ограничение въезда транспорта, груженного грунтом и строительным мусором, водоохранную зону путем установки круглосуточного стационарного поста охраны. Установка видеокамеры для регистрации государственных регистрационных знаков транспорта, вывозящего строительный мусор. Дополнительное дежурство экипажей ДПС и привлечение виновников к административной и уголовной ответственности.